Главный вывод нашего доклада заключается в том, что мы собрали и систематизировали, как нам кажется, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Украины российских вооруженных сил, а также групп наемников, которые рекрутируются, финансируются и направляются на территорию Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях против официальных властей, против силовых структур украинского государства. Война с Украиной, необъявленная война, подлая, циничная война – это преступление против всего российского народа. Мы платим за это жизнями наших сограждан, мы платим за это экономическим кризисом, мы платим за это политической изоляцией. В мире нет более близкого нам народа, чем украинца. Без всякого преувеличения, без всякого пафоса украинцы – наши братья. Путин войдет в историю России как президент, при котором русские и украинцы стали врагами. Мы подробно рассказываем о системе вербовки, обучения и вооружения боевиков, боевиков с российским гражданством, которые пополняют вооруженные силы ДНР и ЛНР. Ключевую роль в вербовке наемников играют районные военкоматы в нашей стране, а также организации ветеранов боевых действий, которые зачастую действуют при поддержке властей. Боевики получают денежную компенсацию за участие в вооруженном противостоянии с украинскими силовиками. Многочисленные показания, которые нам удалось собрать, показывают, что денежная компенсация составляет порядка 60-90 тысяч рублей для рядового боевика. Вообще, надо сказать, что общий массив собранных публичных материалов, показаний, а также данные тех источников, с которыми начинал работать еще Борис Немцов, позволяют нам с полной уверенностью утверждать, что все ключевые успехи, военные успехи сепаратистов были обеспечены частями российской армии. Только за первые 10 месяцев войны Россия понесла 53 миллиарда рублей прямого ущерба от войны с Украиной. Это деньги, которые были потрачены на содержание наемников, это деньги, которые были потрачены на поддержку сепаратистов, это те деньги, которые были потрачены на эксплуатацию, ремонт и обслуживание техники, которую, собственно, сепаратисты используют. Родственники военных погибших очень запуганы, даже несмотря на то, что у них есть претензии к российским властям из-за невыплаченных компенсаций, после убийства Немцова они даже не ставят вопрос о том, чтобы эти деньги вернуть, потому что они смертельно запуганы, они опасаются за свои жизни, они опасаются за свое здоровье, они опасаются за безопасность. Практически со всех из них взяли подписки о неразглашении.